Книга для всех и для никого Но перед тем, как начать читать эту книгу, мы, естественно, должны понять, что значит ее название, потому что ее название – это не случайность. Иными словами, мы должны ответить на вопрос, почему Заратустра? Почему не Ватан, не Зиквид, не Ману, не даже Бог? Почему Заратустра? Он был первым. Что? Он был первым. Вы торопитесь. Во-первых, нам надо понять, откуда Ницше знает о Заратустре, чтобы понять, что он вообще что-то знает о Заратустре. Ницше – классический филолог. Он может знать о Заратустре только из классических античных источников. А их, собственно говоря, два. Это Платон Алкивиад I, 12-2, где Сократ говорит Алкивиаду о Заратустре. И Диоген Лаэрций I, 2-9, где Лаэрций прямо говорит, что Заратустр был первым магом в истории человечества, то есть первым религиозным пророком. И что он дал? Начало иудаизму. И, что самое интересное, собственно, был дуалистом. То есть первым дуалистом. Дуалист – в смысле человек, делящий все силы в мире на добро и зло. То есть в мире действуют две силы – добро и зло. И вот их борьба и формирует мир. Добро и зло – это, конечно, Ахуру Мазда и Ангармани. Эти две фундаментальных силы – два божества. Бог и дьявол, фактически. Один представляет все хорошее, за все хорошее, второй – за все плохое. Интересное замечание Заратустра, как пророк говорит, что у Хуру Мазды есть шесть воплощений, помимо собственного Хуру Мазды. Итого получается сколько? Семь. Открываете Ницше, так говорил Заратустра, открываете Ницше черновековой записи и находите понятие семь одиночеств. Открываете четвертую часть «Так говорил Заратустра» и находите встречу, семь встреч с прекрасными людьми. Есть ли тут перекрестная ссылка или нет – сложный вопрос. Наконец, Ницше знает о Заратустре из Шопенгауэра. В приложениях и добавлениях «15» о религии, параграф 179, ведь Шопенгауэр прямо пишет о том, что весь иудаизм так или иначе выходит из персидского пленения, а персидское пленение – это, собственно, Заратустра изм. И весь иудаизм так или иначе выходит из Заратустра изм. Ну, какой вам пример можно привести? Даже шире? Ангелы. А, отлично. Но мне хотелось из-за Иисуса чего-нибудь. Из-за Иисуса? Да. Ну, во-первых, давайте, пока мы не дошли до Иисуса. История о потопе – это, конечно, история не иудаизмская, это история персидская. Помните, там в конце потопа и бог пускает радугу по небу, говоря, что он навсегда положит свой лук и стрелы, и никогда их не будет поднимать больше. Лук и стрелы? Что это? Это персидская легенда, естественно, где у верховного боженства, естественно, в руках лук и стрелы. Почему? Потому что он метает молнии, как здесь. И изначально бог сначала создал свет, а Хурумазда – это и есть первоначальный свет. Вот, 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 вот. И, естественно, из-за Иисуса. Заратустра фактически производит крещение, он крестится в реке, как Иисус. Заратустра является во время крещения у Хурумазда, говорит, это я. Иисусу является ангел, говорит, ты сын бога, ты наш пророк. Помните, Ницше – последний грек. Говорят широко, то есть Ницше хорошо образован, Ницше – философ. И потому Ницше отлично знаком и отлично управляется с диалектикой. Зная, в кого Ницше метит, вы знаете, против кого Ницше работает. Против кого эта книга? Против христианской морали. Конечно. Шире – против иудаизма. Еще шире – против монотеизма. Еще шире – против дуализма. Против добра и зла. Против концепции добра и зла. То есть, это, как пишет Ницше в одном из писем, великая ирония. Заратустра это начал, и Заратустра же это закончит. Он первый пророк дуализма, и он последний пророк дуализма. То есть, он последний, потому что, как вы помните, из самого Заратустра, из остальных книг он должен стать по ту сторону добра и зла. Это письма, страница 211, по поводу того, что это дичайшая, отличная ирония. Следующий шаг. Линия Заратустра, Моисей и Иисус должна закончиться с Новозаратустрой. Линия Заратустра, Моисей и Иисус нам более известна, как линия Моисей и Иисус. То есть, линия Ветхий Завет, Новый Завет. Против какой книги, следовательно, будет воевать Заратустра? Ну, против Библии широко и против Нового Завета уже, верно. И в этом смысле он диалектически должен быть похож на Новый Завет. Похож ли Заратустра на Библию? Очень. Очень, поэтическая форма. Четыре книги. Ну и, естественно, концовка, которую я вам уже проспойлерил. Я говорю концовка, это третья книга, не четвертая. Конец Заратустры – это свадьба Заратустра и жизни, и свадьба определенного существа, и ариатны. Да. Вопрос. А как быть с Кораном? То есть, Исландшия – это же тоже арамическая религия? Да, это правда, но Ницше не заинтересован в этом, потому что Коран не имеет отношения к истории Европы. Ага, понятно. То есть, Ницше европеец его интересует, да, то, что на него давят, а то, что на него не давят – это десятое дело. На что еще похоже Заратустра, когда мы открываем текст? На какие еще произведения, знакомые вам, всем похожи Заратустра? На диалоги. На чьи диалоги? Платона. Да, естественно, на диалоги Платона. Следовательно, против кого работает этот текст? Против Платона. Против Платона, верно. Хорошо. Мы поняли, что за... Можно мне пояснить, чем они похожи на диалоги Платона? Чем они похожи на диалоги Платона? Это диалоги? Ну вот, я имею ввиду... Хорошо, вы берете все остальные книжки Ницше. Как они выглядят? Как трактаты? Текст, 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 текст. Вы берете эту книжку. Что там? Прямая речь, диалог, прямая речь, диалог, прямая речь, диалог. И в отрывках всегда есть персонажи. Не так много диалогов, как. Ага, а еще больше прямой речи, правильно? Отлично. Вы открываете великую книгу Платона «Законы». Там только прямая речь. Я забегаю вперед просто. Мы увидим, конечно, как Заратустра работает против Платона. Это очень серьезно. Нужно победить Сократа. Я, конечно, забегаю вперед и снова говорю вам. Ницше прямо скажет, Сократ – это первый еврей. Не в том смысле, что он иудей, а в том смысле, что он первый носитель духа. И в этом смысле война с иудаизмом – это в том числе война с Единобожием. Потому что, смотрите, так как мы нашли схожесть между Заратустрой и Библией, давайте мы найдем схожесть между Сократом и Библией. Бессмертная душа, идея вечного блага, идея посмертных наказаний, идея заботы об этой бессмертной душе любой ценой. Забвение таких вещей, как телесная красота, нормальное питание и так далее, и так далее и тому подобное. То есть, пожалуйста, сколько угодно. Отказ от деления людей, всеобщее равенство. Попытка объяснить это всеобщее равенство на основании разницы между душами людей. То есть, кого чтили в Греции, богатых, красивых, успешных. Сократ говорит, не, 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 подождите. И доказывает молодому Алькевиаду, что надо ценить душу в первую очередь, а все остальное – это наносное, это ложное и так далее. Здесь мы тоже найдем огромное количество параллелей. Именно поэтому Ницше выступает в том числе и против Сократа. Сократ подготовил приход иудаизма в Европу. Сократ подготовил приход христианства в Европу. Сократ – это такой прообраз Христа фактически. А получилось ли у них поведение Сократа? Разберемся по ходу дела. Мы, как вы поняли немножко, разобрались, почему золотуство, почему не кто-то еще. Теперь нам надо понять подзаголовок. Что значит «для всех и для никого». Естественно, мы можем сказать «для всех и для никого одновременно». Это для кого? Но если на одной стороне все, а на другой никто, и вы одновременно двигаетесь ко всем и никому, кто в середине-то? Я. В смысле «ничек». Нет. Но он написал книжку для самого себя. Некоторые. Но все, никто, посередине некоторые. Это книжка для некоторых. И в этом смысле она для всех, потому что она доступна всем. И она для никого, потому что на самом деле она не предназначена никому в текущий момент. Видите, Ницше сам говорит. Никто ее не понимает и не может понять. Это книжка для будущего. Сейчас ее никто не поймет. Именно поэтому сейчас она для никого, а только в будущем для некоторых. Но Ницше допускает то, что ее поймут. В будущем, да. Сейчас нет, конечно нет. Что значит для всех и для никого? Это значит, выражаясь по-сократовски, на базарной площади. В самом Заратустре есть глава, она называется «О великих людях», если я не ошибаюсь, где Заратустр прямо говорит, мы это прочтем. Когда пошел я ко всем и к никому на базарную площадь, я совершил ошибку отшельника. И здесь я спрашиваю вас снова, кто сидит на базарной площади целыми днями и докучает людям? Кто все время обращается ко всем и к никому? Сократ. Мы можем, кстати, прочесть. Том 4, страница 288, параграф 1. Когда в первый раз пошел я к людям, совершил я безумие отшельника, великое безумие, и явился на базарную площадь. И когда я говорил ко всем, я никому не говорил. Этого достаточно. В отличие от вас, Максим Павлович, например, знает, что Сократ ничего серьезного не говорит на базарной площади по определенным причинам. Но он известен за это. Соротустро тоже ничего серьезного не говорит на базарной площади. Или, вернее, он вообще не говорит на базарной площади за исключением предисловия Соротустро. Таким образом, Соротустро остается единственной книгой публичной. Публичной значит публично доступной. Доступной для всех. Не в смысле, что вы ее можете купить, а в смысле, что вы ее можете прочесть. Почему? Потому что все остальные книжки Нитши читать очень трудно. Соротустро читается очень легко именно из-за своего стиля. Доступного стиля, открытого стиля. Что ждет нас после того, как мы открываем книжку и видим название? Мы перелистываем страницу и видим, что в содержании. Отлично, спасибо вам. Что мы видим в содержании? Мы видим, что в содержании делится на четыре части. И теперь пришло время рассказать вам, почему мы не будем читать все четыре части. И почему не стоит читать все четыре части. Вообще? Вообще, да. Вы можете прочесть, конечно, но не стоит их свешивать между собой. Там мы находим несколько причин. Во-первых, в какой-то момент своей жизни, когда Нитши начал писать ТГЗ, он думал не о четырех частях, а о шести. Первая треть и вторая треть. То есть «Властелин колец» и «Хоббит». Первые три человека-паука, вторые три человека-паука. Они не обязательно должны совпадать по времени. То есть вторая часть может быть приквелом первой, может быть сиквелом. Они разделены. Причем их так делит сам Нитши. Вы можете найти это в «Черновиках» и «Набросках». Там 11-й, 12-й, 13-й, он активно об этом думает. Первые три части должны были быть посвящены тому, чему они посвящены. Вторые же три части, по мысли Нитши, должны были заканчиваться реальной смертью Заратурства. Он должен был спуститься вниз, спуститься к народу и умереть. Вы можете найти наброски этих финальных частей. Вы можете найти планы. Особенно активно Нитша прорабатывал, конечно, шестую часть. Но он не дописал. Почему он не дописал? Это серьезный вопрос. Современные исследователи, например, пытаются сыграть в интересную игру и сказать, никогда не было у Нитши в голове шести частей. Он говорил, что будет шесть, чтобы заставить издателя издать хотя бы три. Проблема в чем? Если вы открываете черновики и наброски, вы видите наброски шестой части, и значит, это не ложь для издателя. Или, вернее, не просто ложь для издателя, даже если это ложь. В любом случае, в какой-то момент частей должно действительно быть шесть. А это значит, что четвертая часть – это незаконченная часть. То есть, это часть, не ведущая в никуда. Она отделена от первых трех, но у нее нет концовки. И, соответственно, она остается подвешенной к воздухе. Ее нельзя привязать по понятным причинам к первым трех частям. Ну, например, потому что некоторые издатели прямо говорят, что первые три части заканчиваются смертью Золотусты. И тому они могут привести немало убедительных доказательств. А потом вдруг раз, и Золотусты оживает в четвертый. И не просто оживает, а почему-то еще и стареет. И не просто стареет, а почему-то еще возвращается назад, потому что в третьей части он достиг пика. И мы возвращаемся зачем-то назад. Более того, в письмах на странице 293 вы можете найти заявление Ницше о том, что четвертая часть – это всего лишь интермедия. Она так и называлась. Интермедия. Вы знаете, что такое интермедия. Мне не нужно вам объяснять. Поэтому четвертая часть выступает просто промежуточной частью, но промежуток снова ведет нас в никуда. Поэтому мы можем его просто отбросить. Он нам не нужен. Вторая причина. Четвертая часть изначально, с момента своего написания, не предназначалась для широкой публики. В принципе. Когда Ницше издает ее, он распространяет ее только среди ближайших друзей. И не просто распространяет ее среди ближайших друзей, а за несколько месяцев до конца, 9 декабря, 888 года, он козелицу прямо пишет. Теперь о серьезном. «Дорогой друг, я хочу получить все» – это Ницше выделяет – «копии четвертой части Заратустра обратно, дабы убрать этот неопубликованный труд, уберечь, прошу прощения, уберечь этот неопубликованный труд ото всех случайностей жизни и смерти. Если после нескольких приступов всемирного исторического кризиса, войн, я и опубликую его, тогда-то и будет подходящее время. Прошу, постарайтесь изо всех сил и вспомни, у кого остались экземпляры». Ницше не просто распространяет четвертую часть среди друзей, он ее забирает назад. И забирает назад за месяц до конца. Говоря при этом, как вы видите, что время для нее не наступило. Конечно, вы можете сказать, что вот эти вот всемирно-исторические кризисы, войны, которые Ницше так смело предсказывает в своем письме, они уже прошли. И может быть, теперь настало время. Но если теперь настало время, мы возвращаемся к проблеме номер один. Где остальные части? Третье замечание. Мы знаем, что, так говорил Золотустро, это трагедия. Именно поэтому многие аргументируют, что она заканчивается смертью, потому что трагедия не может закончиться больше ничем, кроме как смертью героя. Откуда мы это знаем? Мы знаем это и, собственно, самого Ницше. Том 3, страница 522, не открывайте. Параграф 342. Первый параграф в книге, в которой впервые возникает Золотустро, это, по-моему, Человеческое, Слишком Человеческое. Последний параграф одной из клав Человеческого, Слишком Человеческого. Начало Золотустро, дублирующее начало Золотустро из самого Золотустро, называется, вы знаете, Ницше любит называть свои параграфы иногда, называется «Наступает трагедия». Уже после Ницше напишет «Наступает Золотустро». Но изначальный ход именно такой. Книжка – это трагедия. И трагедия заканчивается смертью героя, что и происходит в третьей части. Помните, когда жизнь начинает говорить Золотустрою? Я знаю, ты любишь меня, но почему-то каждый раз, когда колокол бьет 12, ты думаешь о том, чтобы покинуть меня. И колокол начинает бить 12. Это предпоследняя глава третьей части. Более того, тот факт, что Золотустро должен был закончиться в третьей части, видно динамически из самого содержания. Первая часть – Золотустро спускается с горы к людям. Вторая часть – Золотустро спускается с горы к людям. Третья часть – Золотустро уходит от людей в гору. Он не должен больше спускаться. Но четвертая часть ломает этот тренд, потому что в четвертой части, как вы помните, четвертая часть заканчивается тем, что он начинает спускаться снова. Получается какая-то странная динамика. Спуск-спуск, подъем-спуск. Если мы предполагаем, что есть еще три части, тогда этот спуск имеет значение. Если мы предполагаем, что их нет, а их нет, тогда мы должны остановиться на последнем подъеме. Последний подъем – это подъем во всех смыслах. Это анабасис, да, это восхождение вверх. И он не должен заканчиваться тем спуском, которым заканчивается четвертая часть. Еще один аргумент в пользу того, что мы не должны читать четвертую часть. Ницше знает и воспроизводит классический стиль. Классический стиль таков. За тремя трагедиями следует сатирическая драма. Вы знаете, что греки не смотрели трагедии так, как их смотрим. Не смотрели спектакли так, как их смотрим мы. Наступал фестиваль. В рамках этого фестиваля проходило соревнование. Соревнование подразумевало, что мы сели в 9 утра на свою скамеечку каменную и встали только после того, как все трагедии, участвующие в соревновании, прошли. Потому что иначе, как мы поймем, какая лучше. Вот после трех трагедий в соревновании следовала сатирическая драма. Почему? Трудно объяснить, но Ницше предполагает очень простую вещь. Трагедия – это слабительное. Каким образом? Женщины рыдают, мужчины рыдают. Все утеряются волосами, бородами, слезами, платками и так далее. После того, как вы три раза приложили над собой усилия и как бы надорвали себе душу, вам надо отдохнуть. И этот отдых, естественно, заключается в смехе. Именно поэтому за тремя трагедиями, за тремя приступами слабительного, за тремя порциями чернослива, наконец-то следует что-то, что можно съесть, что-то, над чем можно посмеяться. Это сатирическая драма. Именно поэтому четвертая часть так разительно отличается от всех остальных. Именно поэтому она и выглядит именно не как трагедия, а как драма. Там очень много смеха, там очень много глупостей, очень много издевок, в том числе и над самим Золотустой. О том, что Ницше знает об этом и готов применять этот ход, мы можем узнать из, например, том 7, страница 309, параграф 1, 109, и том 5, страница 92, параграф 150. Мы не будем читать, этого достаточно, да. А можно ли полагать, что поскольку четвертая часть, но она, кстати, ну это как сатирическая комедия, да, то есть... Ну, это сатирская драма, да. Да, получается, ведь сатира скрывает больше всего. Это мечта. Мечта, о которой Ницше будет говорить в определенных произведениях. Это ложь. Я постараюсь вам продемонстрировать, что это ложь. Давайте простой пример. Когда вы бежите к смеху, когда вам грустно. Иными словами, стремление посмеяться, стремление отвлечься, стремление немножко почувствовать себя лучше, есть результат того, что вы себя плохо чувствуете. Но что это значит диалектически? Диалектически это значит, что стремление к трагедии, стремление поплакать, стремление увидеть ужасы. Потому что на сцене происходят реально ужасы. Там людям отрывают руки, ноги, головы. Там скрывают тела, ну вы знаете, Прометей, ваш любимый Прометей. Там прыгают со скалы, разбивают головы и так далее. Доказательством чего служит желание увидеть трагедию? Если желание увидеть комедию, есть результат слабости, усталости, пессимизма по отношению к жизни. О, полный. Вы должны просто светиться здоровьем, силой и красотой, чтобы у вас появилось желание увидеть противоположность. Вот поэтому комедия никогда не имеет, вопреки желанию Шекспира и прочих литераторов, никакого смысла. Очень редкие люди способны вкладывать в комедию смысл, но только тогда, когда она является реально сатирической, да, издевкой. Ну это Ристофан Облака. А так, нет, трагедия всегда стоит выше. До тех пор, пока люди, которые стремятся к трагедии, являются именно такими, какими они должны быть, чтобы стремиться к трагедии, трагедия всегда стоит выше комедии. Не хочет ли я вложить истину в комедию, потому что комедия все равно... Само стремление к комедии является проявлением болезненности. Никакая истина не спасет вас от болезненности. Я просто к тому, что Митчер предсказывал потрясение, которое, ну, или бы это предпределял, которое будет после него. Почему бы не вложить мысль, почему бы не вложить его истину, которую он... Ну, комедию, чтобы как раз-таки после этих... Если он вложит эту мысль в комедию, то люди, которые будут ее читать, это будет не его целевая аудитория. Потому что люди, которые читают комедии, не пишут здоровья. Еще один признак, но он очень косвенный. Все главы, так говорил Золотухство, делятся на 22 части. Первая часть делится на 22 главы, вторая глава делится на 22 главы, третья глава делится на, если мне не изменяет память, 17, но 17-я делится на 6. И потому их получается 22. Четвертая часть ломает это деление. Предпоследний аргумент. Есть другая книжка, о которой мы уже говорили, которая тоже имеет конец. И этот конец – это свадьба. Наконец-то пророк женится. Наконец-то кто-то даст Иисусу утешение. Это помпезно. Иоанн Богослов говорит, я вижу невесту, она в хвате, рядом стоит архангел, они подводят ее к Иисусу, он сидит на троне. Все как надо. Золотухство заканчивается точно так же. Золотухство, следующий целебату по ходу самой книжки, женится на жизни. Соответственно, после свадьбы Иисуса, после откровения Иоанна Богослова, Библия заканчивается. Диалектический должен после этого закончиться и Золотухство. Получается, Золотухство все еще вернется? Нет, Золотухство не говорит, что он вернется, но вы можете предположить, что четвертая, пятая, шестая части должны были именно про это быть, про возвращение. Наконец, последний аргумент, который я приведу, он очень простой. У нас нет времени. Мы должны чем-то пожертвовать, и, естественно, мы жертвуем тем, чем мы можем пожертвовать. И я привел вам несколько примеров того, почему мы можем пожертвовать именно четвертой частью, не сильно потеряв при этом. Другой вопрос. Если бы у нас было время, мы бы все равно бы к этой части не вернулись. Это хорошее замечание, но я, видимо, вас запутал. Движение-то обратное. Нам не хватает времени, поэтому мне надо обосновать, почему мы не будем это делать. Но, к большому счету, да, если бы у нас было больше времени, я бы еще больше времени уделил первым-трем частям. Но на самом деле надо прочесть все, и я вдохновляю вас, что ли, сподвигаю вас, конечно, прочесть четвертую часть самостоятельно, и прийти с вопросами к ней, быть может, я смогу чем-то помочь. Раз уж мы не можем сделать это в тех временных рамках, которые у нас есть. Хорошо. Наконец, я напоминаю вам еще раз, что уже по тому факту, как выглядит Заратустра, мы можем понять, в кого Ницше метит диалектрически. И по тексту мы также поймем, в кого Ницше метит, когда будем читать. На что мы обращаем внимание, когда читаем, так говорил Заратустра, помимо уже описанных моментов. На момент, который, мне кажется, вы должны постараться были увидеть сами, но увидел только один из вас. А именно, всякая речь Заратустра заканчивается формулой. Так говорил Заратустра. Но если вы читали книжку, вы знаете, что это неправда. Не всякая речь Заратустра, не всякая глава в книге заканчивается формулой. Так говорил Заратустра. О чем это говорит нам? Давайте я начну с того, что если вы думаете, что все части книги, все главы в книге заканчиваются так говорил Заратурство, значит, они как минимум встречаются там очень часто. И это правда. В первых трех книгах это максимально правдивое заявление. Что это значит? Отсутствие в некоторых главах формулы так говорил Заратурство. Значит, это не Газаратурство, а это повествование о зене. Нет, там будет Заратурство, и слова Заратурства не подходят. Ну, видимо, видишь, потому что автор специально хотел А вот это будут самые важные главы. Раз там нет фразы, так говорил Заратурство, а во всех остальных главах она есть, таким образом Ницше ставит восклицательный знак. Таких глав на самом деле в двух книгах будет всего четыре. Две в первой книге, в первой части, и две во второй части. Но будут и еще главы, где вместо формулы так говорил Заратурство, будет формула так пел Заратурство. И это тоже очень важно, потому что в первой части, как вы помните, есть три песни. В первой песне формула так пел Заратурство, в последней песне формула так пел Заратурство, а между ними ничего. И это говорит о серьезнейшей важности именно этой центральной песни. Что это за главы? Это главы об избавлении, главы самый тихий час, главы выздоравливающий и глава семь печатей. Вы сразу должны понять, что они вот имеют решающее значение. Ну, главы семь печати, это, по-моему, финальная глава. Выздоравливающий это одна из последних глав второй книги. Ну и так далее. Хорошо. Теперь в чем проблема? Проблема в том, что если мы откроем четвертую книгу, окажется, что там восемь таких глав. То есть два раза больше, чем в двух предыдущих книгах вместе взятых. А учитывая, что там всего двадцать глав, это указывает на некоторую проблему. Но так как мы не читаем третью книгу, у нас проблем не будет. Давайте перейдем непосредственно наконец-то к чтению книжки. С предисловиями? Конечно. Предисловие это самое важное. Давайте, давайте. Когда Заратустар исполнилось тридцать лет, покинул он свою родину и озеро своей родины и пошел в горы. Что мы узнаем сразу о Заратустаре? Ему тридцать лет? Да. Чей это возраст правильно? Это тот самый возраст Христа. Когда он кинул плотный, плотный, и пошел. В тридцать лет Иисус идет к людям. В тридцать лет Заратустар идет прочь от людей. Он идет в горы. Вы увидите, что Заратустар бросит Иисусу, и Ницше бросит Иисусу решающие обвинения. Он умер слишком рано. И потому, что он был слишком молод, он не вкусил всех плодов жизни. И потому, он не любил жизнь. Если бы он умер попозже, уже вкусив всех плодов жизни, он бы совершенно по-другому исповедовал свое учение. И в этом смысле Заратустар полностью отличается от Христа. В тридцать лет он уходит прочь от людей, покидая озеро своей Родины и свою Родину. Если вы хотите узнать, что это за Родина и что это за озеро, то вы должны открыть там 9 на странице 481 и просесть параграф 195. Мы этого делать не будем. Это озеро Урми, это историческое озеро в Персии, где и Жоза-Заратустар. Здесь заставался он своим духом и одиночеством, и десять лет неутомлялся этим. И, наконец, изменилось сердце его, и однажды утром поднялся он за ее, встал перед солнцем и так говорил к нему. Ты, великая светила, в чем было бы счастье твое, если бы не было у тебя тех, кому ты светишь? Десять лет подымалась ты к моей пещере, и присытилась бы светом своим и этой дорогой, если бы не было бы меня, моего орла и моей змеи. Но мы каждое утро ожидали тебя, принимали преизбыток твой и благословляли тебя за это. Взгляни, я присытился своей мудростью, как пчела, собравшая слишком много медов. Мне нужны руки, простертые ко мне. Я хотел бы одарять и раздавать, пока мудрые среди людей не стали бы опять радоваться безумию своему, а бедные богатству своему. Для этого я должен сойти вниз, как делаешь ты по вечерам, уходя за море и неся свет на другую сторону мира. Ты, богатейшая светила. Я должен подобно тебе закатиться, как называют это люди, которым я хочу сойти. Нет. Хочу сойти. Угу. Так благослови же меня, ты, спокойное око, беззависти взирающей, даже на слишком большое счастье. Благослови чашу, готовую пролиться, чтобы золотистая влага текла из нее и несла всюду отбрец твоего благо женства. Взгляни, эта чаша хочет вновь стать пустою, а Заратустра вновь хочет стать человеком. Так начался закат Заратустра. Закат Заратустра начинается с обращения к Солнцу и упоминания очень интересных двух вещей. Мы начнем с упоминания двух вещей. С упоминания орла и змеи. Что такое орел и змея? Добро и зло. Нет. Крайне странно было бы, если бы Заратустра сидел все время с добром и злом на своей горе. Это же его животные. К кому обращается Заратустра с Солнцем? К Солнцу. Отлично. Кто Бог Солнца? Апольман? Нет. Я ир. Близко. Аполлон. Бог Солнца. И змея это животное Аполлона. Чье животное орел? Зевс. Зевса. Правильно. Зевс и Аполлон. Орел и змея. Обращение к Солнцу. Что такое орел и змея? Что символизирует орел и змея? Сначала мы должны понять, кто еще добавится к животным Заратустры в самом-самом конце. Том 4, страница 329. А? Не-не-не. Знамение приближается, сказал Заратустра и сердце его преобразилось. И действительно Это конец 4 части. Согда перед ним просветлело, он увидел, что у ног его лежал огромный желтый зверь, прижимаясь головой к его коленям. Из любви он не хотел покидать его и походил на собаку, нашедшую старого хозяина. Но и голуби были не менее усердны в любви свои, чем лев. И всякий раз, когда голубь порхал перед носом льва, лев стряхивал головой, удивлялся и начинал смеяться. На все это Заратустра произнес одно только слово Мои дети близко, Мои дети. Этого достаточно. В конце своего пути Заратустра к двум своим животным добавляет еще двух Орел, Смея, Лев и Голуби. И не просто Лев, а какой Лев? Жук. Который смеется. Смеющийся Лев. Откуда Нитша берет образ смеющегося Лева? И по поводу чего Лев смеется? Это отдельный вопрос, но давайте я скажу просто фукедит. И мы не будем даже об этом сильно разговаривать. А посмотрим, что значат эти замечательные четыре животных. Том 10, страница 507, пара группа. Я напоминаю вам, что мы продолжаем совершать ошибку и вместо того, чтобы читать Заратустру, читаем кросс-референцию. Я хочу гимн выздоравливающего и победоносного. Смеющийся Лев и голубиная стая. Попытка не больше, он сам и его мысль. Четыре зверя. Гордость с мудростью, власть с мягкостью. Да, четыре зверя формулируют еще и четыре свойства человека. Орел это гордость, змея это мудрость, и запомните эту метафору змеи и мудрости, потому что она будет иметь решающее значение. Лев это власть и голуби это мягкость. Этого было бы мало, если бы мы не знали, что Ницше естественно в противопоставление классикам вводит свои четыре классических добродетели. Новые четыре добродетели. Помните старый список добродетелей? Кто помнит старый список добродетелей? Давайте, Максим Павлович. Мудрость, мужество, справедливость, умиренность. Давайте посмотрим, какие добродетели из старого списка останутся в новом. Том 3, страница 300. То есть, эти животные являются символами добродетелей. Что это за добродетели? Параграф 556. Великолепный четвертый. Честность с собою и со всеми остальными. Итак, первое, нижайшее, самое базовое нитшанское добродетель это честность. Честность не в том смысле, что надо всегда говорить правду. Вы уже слышали, что это не так. Честность в смысле перед самим собой. Честность интеллектуальная. Не надо себя обманывать. Не надо поддаваться заблуждениям. Честность с собой и со всем остальным, что нам симпатично. Отвага перед лицом врага. Отвага перед лицом врага. Это какая добродетель? Мужество. Великодушие к убежденным. Учтилость всегда. Такими нас хочет видеть четвертый кардинальный добродетель. Итак, что из этого что? Орел это гордость. Что здесь заменяется гордостью? Змея это мудрость. Что здесь заменяется мудростью? Лев это власть. Что заменяется властью? И голуби это мягкость. Что заменяется мягкостью? Допустим. Мудрость это честность с собой и со всеми. Допустим. Отвага это храбрость а великодушие это власть. Пусть будет так. В любом случае какая добродетель осталась от классических? Только мужество. Это единственный добродетель который Ницше перенимает от классиков. И естественно кто немужественный человек номер один пропагандирующий четыре добродетеля? Немужественный Сократ конечно. И Ницше в противопоставлении ему является мужественным. Отбрасывая все остальные. То есть единственный добродетель который Сократ пропагандировал но не обладал Ницше берет себе все остальные он отбрасывает. Насколько эта корреляция серьезна это десятый вопрос. Важно что эти добродетели действительно возвращаются вместе с Ницше. А вопрос из четыре животных Заратустра это добродетели именно Ницше а не классические кроме от войны. Кроме мужества да конечно. Но опять же они такие потому что они в противопоставлении. Заметьте что Заратустра обретает последних двух своих животных только в четвертой части в самом конце. Все три части его сопровождают ну все четыре части до конца его сопровождают только два животных. Гордость и мудрость Орел и Змея. Следующая проблема нам не нравится Орел. Почему? По одной простой причине если Аполлон это Солнце и животное Аполлона это Змея мы диалектически ожидаем что второе животное будет каким? Противоположным Противоположным ему правильно. Нам нужен Бог который принял положен Аполлон враг Аполлона Кузьерс Он был Гром он заслоняет Солнце Что по определению убирает Солнце а не заслоняет его? Ночь Нам нужен Бог связанный именно с ночью и животное Бога связанного с ночью если таковы есть конечно же но мы поторопимся сначала нам нужно понять почему почему Аполлон мы с одной стороны должны знать как Ницше понимает Аполлона и когда Ницше опишет нам как он понимает Аполлона Ницше опишет и врага Аполлона а с другой стороны мы должны знать что есть метафора Солнца и почему Солнце превращает нищих в богатых а мудрых в безумных что есть метафора Солнца что хочет Золотусло как пророк в первую очередь исчерпать себя это второстепенно исчерпать себя хочет каждый он же пророк что делает Солнце Солнце делает то что не делает ночь что мы видим ночью ничего все вещи ночью исчезают и вставая ночью с кровати у себя в комнате вы не знаете не ударитесь ли вы мизинцем на тумбочку потому что вы не знаете где тумбочка ее нет иными словами Солнце все вещи ставит на свои места не было ничего включается свет и все расставлено все стоит там где стоит если Солнца нет непонятно где что находится непонятно что какое положение имеет положение в смысле например ранга вещей иными словами Солнца это попытка прояснить мир вокруг нас оно позволяет нам видеть мир вокруг нас и тем самым делает его понятным Заратутство хочет стать Солнцем он хочет прояснить мир вокруг себя и сделать этот мир понятным он хочет все поставить на свое место и сделать этот мир понятным ну например как делали пророки после него как делал Моисей как делал Иисус что значит сделать все понятным это можно это нельзя, это хорошо, это плохо. Представьте себе мир, где нет солнца. Животное не знает, а у него отсутствует солнце, и животное не знает, что инцест это плохо, что отца убийства это плохо, что воровство это плохо, что убийство это плохо. Золотустер хочет спуститься. И спустившись, хочет сделать все понятным. Если золотустер это солнце, и он собирается закатываться, что он сначала должен сделать. Взойти, конечно. Золотустер собирается взойти. Взойти для кого? Для людей, правильно. Но что это подразумевает? Это подразумевает тот факт, что сейчас люди находятся во тьме. Сейчас они находятся в ночи. Сейчас они не знают, что хорошо, а что плохо. Сейчас для них все вещи разбросаны не по своим местам. И все вещи остаются во тьме. Так ли это? Другой вопрос. Но золотустер, кажется, думает, что так. Мы должны с вами поговорить о боге Аполлоне. Ницше знает кое-что о боге Аполлоне. И Ницше в этом смысле рисует нам бога Аполлона. Давайте сразу остановимся и снова подумаем о диалектике. Если золотустер начинается с восхода, с первого луча Солнца, чем он закончится? Закат. Закат – это плохо. Закат – это плохо. Давайте. Другой восход. Другой восход – это четвертая часть. Он закончится полночью. Да. Начавшись с восхода, с того момента, как Солнце появляется, он закончится тем моментом, когда Солнце полностью исчезает, когда тьма полностью окутывает все. Солнце, Аполлон и враг Аполлона, полная тьма, должны идти вместе. Кто это, мы еще не знаем. Но самое интересное состоит в том, что золотустер не двигается от тьмы к Солнцу. Он двигается в обратном направлении, от Солнца к во тьму. Начиная со слов «я все поставлю на свои места», золотустер заканчивает «все должно исчезнуть». Иными словами, все должно потерять свое место. И в этом смысле он оказывается аморалитем, и имморалистом. Вы должны перестать понимать, что такое хорошо, а что такое плохо. Вы должны перестать понимать, что такое добро, а что такое зло. Мы должны понять, кто это, кто явится нам в последней главе четвертой части. Кто это, кто женится на рядне, кто враг Аполлона. И почему Аполлон должен быть повержен этим самым врагом, а? Готовясь к этой лекции, я взял оригинал. Берите пример человека. И посмотрел, вот так начинался заказ золотуста, и мне очень понравилось слово «закат». Это дословно, в принципе, вообще спуск любой. То есть, в принципе, мне кажется, этот символ вообще спуска, это вот тоже, потому что в переводе, конечно, закат главный, вот именно спуска с вниз. С горы. Да, хорошее замечание, и правда. Золотуста не... Сомневайте, Иисус не поднимается, не спускается, он просто идет. Золотуста спускается вниз к людям. Но проблема в чем? Во-первых, он будет спускаться не один раз, а во-вторых, в финал это будет подъем. Вы абсолютно правы, потому что это еще наивный золотуста, еще не совершивший первые ошибки отшельника. Когда он спустится к людям, он поймет, что к людям не надо спускаться никогда. А потом он поймет еще, что надо не спускаться, а подниматься и поползет наверх к кору. Хорошо. Что мы должны открыть, чтобы понять, что Ницше знает об Аполлоне? Мы, конечно, должны открыть его первую книгу «Рождение трагедии из духа музыки». Это том первый, часть первая. Именно там Ницше обозначает Аполлона и его врага номер один. Давайте начнем со страницы 9. Что бы ни лежало в основании этой спорной книги, это должен был быть вопрос первого ранга и интереса, да еще и глубоко личный вопрос к учительству тому, время, когда она возникла, вопреки которому она возникла. Тревожное время немецко-французской войны 1870-1871 годов. В это время, как громы сражения при Верте, проносились над Европой задумчивый мыслитель и охотник до загадок, которому выпало на долю стать отцом этой книги, сидел где-то в альфийском уголке, весь погруженный в свои задумчивые мечты и загадки. А следовательно, весьма озабоченный и вместе с тем беззаботный, записывал свои мысли о греках, ядро той странной и малодоступной книги, которой, пусть и будет посвящено это запоздалое предисловие или пустисловие. Заметьте, что то, что мы читаем, написано гораздо более позднее, чем написана сама книга. Иными словами, Ницше готов вам открыть все здесь и сейчас. Прошло несколько недель, как сам он уже был под стенами Меца, все еще не отделавшись от тех вопросов, от которых он поставил мнимую жизнерадостность греков и греческого искусства, пока, наконец, в том исполненном глубокой напряженности месяце, когда в Гарсале шли переговоры о мире, он и сам не нашел в себе помирения и, выздоравливая от полученной на поле сражения болезни, не выяснил для себя окончательно рождение трагедии из музыки, музыка и трагедия, греки и трагическая музыка, греки и пессимистическое позиции искусства, самое удачное, самое прекрасное, самое завидное доселе более всех других соплотнявших жизни и породы людей, греки, что неужто именно они нуждались в трагедии, более того, в искусстве, чему служило греческое искусство? Мы уже понимаем, о чем идет речь, потому что мы уже забежали вперед. Греки обратились к трагедии, потому что они пылали здоровьем, потому что они были максимально богаты, максимально хороши. Обращение к трагедии знаменует их здоровость, их здоровье. обращение к комедии или к извращенной трагедии знаменует начало их болезни. Когда греки обращаются к извращенной трагедии, кто этот человек, извращающий трагедию? С кем заодно действует этот человек, извращающий трагедию? Три великих трагика Эсхил, Сафокл, Еврипид. Последний из них, Еврипид, извращает трагедию. Как он это делает? Он делает это в связи с Сократом. Если вы откроете Диогену Эрци, то увидите, что есть такие слухи, что это Сократ пишет за Еврипида все его трагедии. И потому Сократ напрямую связан с упадком. Сократ больной, он смотрит на трагедию и не понимает, как этим можно наслаждаться. Ему нужна комедия, потому что он болен, он не здоров. И он решает, что с этим нужно покончить. Но это для нас второстепенно. Для нас первостепенно увидеть те две силы, которые сражаются между собой в рождении трагедии. Для этого вы должны открыть страницу 33. Мы должны увидеть Аполлона наконец-то. Аполлон же со своей стороны выступает перед ним как обувствление принципа индивидуальности, в котором только и находит свое разрешение вечно достигаемой задачи первоединого его спасение через иллюзию. Возвышенными жестами он указывает на необходимость всего этого мира мук, дабы под его давлением каждая идейная личность стремилась к созданию спасительного видения. Затем погруженное созерцание его спокойно держалось средь мое в своем углом челне. Это обувствление индивидуации вообще представляет себе его императивным и дающим описание знает лишний закон индивида, то есть соблюдение границ индивида мира в варлинском смысле. Варлинском. Аполлон, аэркотическое божество, требует от своих последователей меры, а для ее соблюдения самопознания. И таким образом рядом с статической необходимостью красоты появляются требования познать самого себя и избегать лишнего. В то время как зазнайство и излишество рассматривались как истинные враждебные демоны не Аполлоновского. Сверху, отлично, страница 37 настоящая, 38 электронная. Последнее предложение. Я могу объяснить себе дорическое государство и дорическое искусство только как постоянный воинский стан Аполлоновского начала. И в непрерывном противодействии титанически варварской сущности Дионисовского начала могли столь долго продержаться такое упорное неподатливое со всех сторон огражденное и укрепленное искусство, такое воинское и суровое воспитание, такая жестокая беспощадная государственность. И страничка 58 настоящая тоже последнее предложение. Это Аполлоновское состояние сновидения, в котором дневной мир скрывается и перед нашими очами постоянной смене все вновь и вновь рождается другой мир, более отчетливый, более понятный, более захватывающий чертод прежний мир и все же более подобный зеленый. Да. Нитча берет идею о появлении богов, вернее одного бога Аполлона и связанных с ним олимпийских богов от Лукреция. Лукреция прямо говорит, ну а тот естественно Атапикура, Лукреция прямо говорит, что боги являются нам во снах. Люди выдумали богов, да, люди стали верить в богов, потому что им во снах являлись некие величественные фигуры, говорящие с красивыми величественными лицами, говорящие величественными голосами. И люди думали, что вот эти гигантские фигуры с красивыми лицами значит и должны быть богами. Во сне существует некий порядок. Этот порядок преображает действительно окружающий мир. И этот порядок связывается с богами олимпийскими. Когда вы просыпаетесь, вы оказываетесь в хаосе, где все не имеет смысла, где любая вещь тут же может превратиться в любую другую, где нет ничего перманентного, не за что зацепиться. И против этого вы создаете порядок. Этот порядок создается в первую очередь в рамках создания олимпийских богов. И Аполлон есть символ этого порядка. То есть получается порядок существует во сне? Нет, он появляется во сне как в противоположности реальности. Именно поэтому боги не существуют. Они противоположны реальности. Боги нужны нам как создающие порядок, чтобы порядок был. Потому что сами мы создать его не в состоянии. Бог это посредник между нами и миром, которого мы создаем с единственным требованием, чтобы он вернул нам в обмен на его создание порядок. Конечно, это не значит, что Аполлон и его противник это типа порядок против хаоса. Нет, Аполлон это тоже немало хаоса. Потому что во сне тоже есть немало хаоса. Но во сне, по крайней мере, что-то понятно. И какой-то мир строится. В окружающей действительности никакого порядка нет и быть не может. Жить таким образом невозможно. То есть люди создают иллюзию и богов для того, чтобы вынести... Они находят иллюзию у себя во снах и там же в этой иллюзии находят богов. Но главное, что этой позиции есть альтернатива. Эта иллюзия, как Митша говорит, ведет к индивидуальности. К принципу индивидуального мира. Она противопоставляет вас миру. Есть вы, есть бог, который контролирует мир и есть мир. Но есть другая позиция. Позиция врага и противника Аполлона. Как Аполлон является порядком в кавычках, так его враг является хаосом в кавычках. И этот хаос несет в себе совершенно другую позицию. Позицию, которую греки часто придерживались. Позицию, которую греки вынуждены были практиковать. И если Аполлон, порядок аполлонический, выражается в шествиях, в жертвоприношениях, в стояниях у храма, где, как вы понимаете, должен быть определенный порядок, определенная последовательность действий, определенная последовательность гимнов, определенная одежда, то его враг, его противник, его антитеза выражается в оргиях, бесконечных оргиях, происходящих беспорядочно. В любой момент. Что делает оргия? Она уничтожает вашу индивидуальность, вы растворяетесь в мире. Перед оргией существует еще одна форма растворения в мире. Танец. Помните, как часто Заратовство говорит о танце. Танец – это тоже символ противника Аполлона. Что это за противник? Мы пока говорить не будем. Да, конечно, в конце нам является бог Дионис, в конце Заратовства. Мы не будем пока считать, как выглядит Дионис и почему Дионис и Ариадна. Оставим это на самый-самый конец. И снова мы видим, что Солнце – это символ прояснения, символ возможности жить. Да, конечно. Немного, наверное, сбегает вперед, но Ницше, он вступает за индивидуализм? Нет, 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 нет. Это индивидуализм в смысле отделения от мира. То есть вы – это одно, это такой солипсизм, а мир вокруг вас – это нечто совершенно другое. Вы не часть его. Отсюда исходит страшнейшая сократовская зараза, а именно появление идей бессмертной души. И что это значит? Это значит, что мир не имеет значения, а вы имеете значение. Познай самого себя. И отсюда следующий шаг. Отделение от мира означает непринятие мира, отторжение мира. Почему? Потому что в мире нельзя жить. А это означает, в свою очередь, следующий шаг – пессимизм. Если в мире нельзя жить, то мир отвратителен. Как может существовать мир, в котором мой ребенок умирает сразу после рождения? Какой бог может забрать у меня ребенка, невинного ребенка, сразу после рождения? Где здесь справедливость? Так возникает так называемая клевета на мир. Так появляются Сократ и же с ним священники, которые говорят – это не настоящий мир. Настоящий мир там. А это отвратительная грязь, в которой мы находимся. Именно поэтому все аспекты окружающей действительности становятся грязью. Например, тела и телесные функции. Именно поэтому священники выступают против любых телесных проявлений. Это не «Фатум» и «Случай». Вписывается в «Аполлона» и «Дионис»? Судьба и случайность – нет, я не думаю, что это так, потому что кто из них тогда кто? «Фатум» и «Аполлон»? Тогда наоборот, «Фатум» – это «Дионис». Раз вы спрашиваете, давайте попробуем. Есть хорошая цитата, которая нам подходит для этого шага. Это цитата из «Селена», когда некий персонаж ловит Селена. Селен, как вы понимаете, это сатир и служитель Диониса. И спрашивает Селена, что лучше всего для людей. И Селена отвечает – это две вещи. Первая – не появляться вообще, а вторая – если вы появились, скорее умереть. Да. То есть, получается, «Аполлон» и «Дионис» – это оба пессимисты? Нет. «Дионис» ищет пессимизма, потому что он пышет здоровьем. «Аполлон» ищет оптимизма, потому что на самом деле он, скажем, пессимист. «Сократ» ищет оптимизма, потому что он на самом деле пессимист. Как меньше доказывает это? Величайшей фразой, как ему кажется, из «Сократовского корпуса». Когда «Сократ» умирает, «Сократ» говорит что? Помогите мне. Асклепию? Да, пристили шерфу, да? Асклепию, да. Критон, мы должны Асклепию петуха. Кто такой Асклепий? Это бог врачевания. Иными словами, что говорит Сократ? Сократ говорит, я излечился. То есть я вылечился, поэтому мы должны Асклепию петуха. Иными словами, что говорит Сократ? Сократ говорит, что жизнь – это болезнь. И от нее только одно лекарство – это смерть. Иными словами, Сократ – это чистый пессимизм. Он всю жизнь знал, что он болеет. Почему? Потому что он неудавшийся. Вы помните. Старый, уродливый, безродный, нищий. Как для него жизнь может быть хорошая? Никак. Именно поэтому он ненавидит жизнь. Именно поэтому он отрицает жизнь. Именно поэтому нищий его враг. За Дионисом идут его служители, сатиры. Как выглядит сатир? Опишите мне сатиры. У него козлиные ноги. У него козлиная борода. Руки в меху. И в него рога. Отлично. Кого я вам только что описал? Я. Конечно. Это сатана. Иными словами, образ дионисийского служителя христиане превращают в образ своего полного отрицания. Сатир – наслаждение жизнью. Сатиры участвуют в оргиях бесконечных. Постоянно. Да, именно по... Да, 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 да. Так вот, нищий возвращает это обратно. Это контр-ход. Это диалектический контр-ход. Сатир должен вернуться. Именно поэтому последняя книжка нищий, которую он выпускает, называется «Антихрист». С Дионисом подробнее вы можете ознакомиться самостоятельно. Может быть, мы в самом конце, когда мы придем и подробно буквально вернемся к рождению трагедии с духом музыки. Давайте мы вернемся назад и прочтем продолжение, о котором мы говорили. Да, на самом деле, если вы хотите посмотреть, как Аполлон и Дионис борются, вы можете открыть том 1, страницы 36, 37, 58 и 60. Мы не будем этим заниматься. Заратухста спустился один с горы, и никто не повстречался ему. Но когда вошел он в лес, перед ним неожиданно подстал старец, покинувший свою священную хижину, чтобы поискать карельник в лесу. И так говорил старец Заратухстри. Итак, единственный человек, которого Заратухстри встречает после спуска, это некий отшельник, который сам обращается к Заратухстри. Мне не чушь этот странник. Несколько лет тому назад проходил он здесь. Заратухстри назывался он, но он изменился. Тогда нес ты прав в свою набору. Неужели теперь хочешь ты нести свой огонь в долины? Неужели не боишься ты кары-поджигателя? Кары-поджигателя, да, естественно. Этот отшельник, как мы увидим позднее, христианский отшельник, да, ведущий в Бога отшельник. Он знает, чем заканчивается несение огня в долины. Потому что так закончился его собственный Бог. Или посланник его собственного Бога. Но он также говорит нам кое-что еще. Заратухстри некогда нес свой прах на гору. С какой мыслью Заратухстри идет вниз? Что он хочет сказать людям? Что он хочет сказать этому отшельнику, но не говорит? Что Бог умер? Заратухстри узнал это на горе? Нет. Заратухстри узнал это в 30 лет. И когда он узнал это, он превратился в пессимиста. Он выгорел. Но вместо того, чтобы остаться пессимистом, он поднимается на гору. Тут вопрос спорный, может быть, как раз наоборот, за то, что там предложение о том, что Христос, значит, из того, что рано умер, поэтому, значит, так бы он отошел от своей веры в Бога. Ну, там такой текст. Ну, да, да, да. Может быть, как раз на горе, в этом плане Заратухстри и осознал то, что Бог... Нет, нет, смотрите, вы абсолютно правы, только наоборот. Если бы Заратухстри прошел к людям в 30 лет, он бы нес им весть неблагую. Да, да. А так как он поднялся в горы, он смог ее преодолеть. И там понял идею о том, что Бог умер. Не-не-не-не. Заратухстри удивлен, что отшельник не знает, что Бог умер, потому что все знают, что Бог умер. Он идет к толпе, зная, что толпа знает, что Бог умер. Иными словами, Бог умер до этого момента. Бог умирает, Заратухстри становится пессимистом. И как Христос, он может принести себя в жертву. Как Христос, он может нести пестимистическое учение, то есть учение, отрицающее жизни. Кое Христос и нес. Бросайте этот мир, раздайте все, что у вас есть. Идите попрошайничать, скорее умрите, попадете в рай. Заратухстри преодолевает это. Он уходит в гору, и там учится любить жизнь снова. Учится жить с мыслью о том, что Бог мертв. И когда, наконец, он продумывает эту мысль до конца, он готов вернуться к людям и объяснить, как жить с тем фактом, что Бог умер. Как можно жить дальше. Именно поэтому он ничего не говорит отшельнику, потому что для отшельника Бог не умрет. И, соответственно, учение Заратухстри ему не нужно. То есть все люди в курсе, что Бог умер, живут... Заратухстри думает, что все в курсе, что Бог умер. И когда он встречает отшельника, выясняется, что это не так. Но пока он еще не знает это. Да, я узнаю Заратустру. Чист взор его, и на устав его нет отвращения. Смотрите, нет отвращения. Теперь уже нет отвращения. Не потому ли и идет, он точно танцует. Превразился Заратустра, ребенком стал Заратустра. Да, отлично. Те из вас, кто читают, вспоминайте, сочитали главу о трех превращениях. О том, что Заратустра стал ребенком, здесь будет повторено не один раз. Пробудился Заратустра. Чего же ты хочешь себе спящих? Как в море, жил ты в одиночестве, и море носило тебя. Горе. Ты хочешь выйти на сушу? Горе. Ты хочешь снова сам лачить свое тело? Да. И ответ Заратустра? Заратустра отвечал, я люблю людей. Первый ответ Заратустра. У Заратустра будет два ответа на претензии отшельника. Первый ответ. Я люблю людей. Что это значит? Кого любит отшельник? Он прямо об этом скажет позднее. Бога. Бог умер. Любить Бога больше невозможно. Нужно найти другой объект для любви. Именно поэтому Заратустра любит людей. Следующий шаг. Любовь к людям. Что она значит? Есть, как всегда, две вариации любви. Первая, знакомая нам всем или практически всем. Это любовь, которая не требует ничего. Любовь, которая не требует изменений. Когда вы видите в объекте любви совершенство. И говорите своей подруге, ты хороша, как ты есть. Ты идеальна для меня и так далее и тому подобное. Не с этой любовью идет к людям Заратустра. Любовь к людям у него совершенно иная. Заратустра — это второй тип любви, который вы часто встречаете в любви к детям. Требование изменений. Любовь жестокая. Любовь, которая требует, чтобы объект любви стал достоин любви. И Заратустра идет к людям именно с этим. Его любовь к людям вражается в том, что он хочет изменить людей. Изменить их в какую-то лучшую сторону. Давайте ограничимся так. Конечно. Бог умер, потому что он был людей, получается. Вы торопитесь. В четвертой части вы найдете человека, который будет утверждать, что он убил Бога. Во-вторых, в третьей части мы с вами прочтем момент по поводу того, как умер Бог. А? Вторая часть — это Бог умер из-за страдания. Да, 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 да. Но я имел в виду не это, а момент с кросс-референсом к другому произведению Ницше, где сумасшедший бегает днем с огнем. Помните, он ищет Бога и говорит, как получилось так, что мы смогли выпить море и зайти за горизонт. И объясняет. Да. Вопрос. Заратустра пошел в горы, потому что у него Бог умер. Нет, он умер для всех. Да, он умер для всех. Просто не все об этом еще знают. Да. И этот отшельник видел его, и, соответственно, для отшельника Заратустра ушел в горы. То есть, как бы покинул эту жизнь. Отшельник видел, что Заратустра был пессимистом. И с пессимизмом уходил в горы. Отшельник думал, что он уходит туда, как и сам отшельник, чтобы спрятаться от людей. И вдруг Заратустра спускается вниз. Ну, то есть, получается, он уходит от людей. То есть, он уходит в одиночество. Он уходит, нет. Он уходит, чтобы измениться. Ребенком стал Золотустра Это говорит не Золотустра, это говорит отшельник Он видел Золотустру Не ребенком, он видел Золотустру Кем-то другим, но для этого надо знать главу О трех превращениях, о которой мы еще поговорим Итак, первый ответ Золотустра, я люблю людей Но он не устраивает отшельника Почему же, сказал святой Ушел я в лес и в пустыню Разве не потому, что я слишком Любил людей Теперь я люблю Бога Если вы любите объект таким, какой он есть А он не соответствует вашим притязаниям Вы приходите в отчаяние Именно любовь к людям выгоняет Святого уже прочь от людей Чтобы не видеть их, чтобы не разочаровываться в них Теперь я люблю Бога Людей не люблю я Человек для меня нечто слишком несовершенное Любовь к человеку убила бы меня Золотустра отвечал И Золотустра в ответ на это Он разделяет точку зрения отшельника Люди несовершенны Люди отвратительны Люди убоги Их нельзя любить Но с ними можно сделать что-то другое Что позволяет вам любить их Золотустра отвечал Что говорю я о любви Я несу людям дар Почему ты идешь к людям? Я люблю их Любить людей нельзя Ты прав Любить людей нельзя Я иду к ним, чтобы дать им нечто Иными словами Любить людей можно Только как средство к цели Только как шаг К чему-то Только как обещание большего И именно такую любовь Золотустра исповедует Именно так он раскрывается Он не любит людей Такими, какими они есть Он любит людей Такими, какими они могут стать Под его влиянием Не давай им ничего Сказал святой Лучше отними у них что-нибудь И неси вместе с ними Это будет для них всего лучше Если только это лучше для тебя Естественно, я забегаю вперед Мы потом поговорим об этом подробнее Это то обвинение, которое Ницше бросает Многим современным философам и философам прошлого Откуда они взяли свои идеи? От толпы Они на самом деле Это по ту сторону добра и зла На самом деле Они просто утверждают предрассудки народа Идея о равенстве Идея о том, что чувства нас не обманывают Так называемый сенсуализм Идея о достижимом знании То есть, грубо говоря, когда вам первый раз Когда вы первый раз положили руку на комфорку Вам стало больно Вы предполагаете, что все следующие разы Когда вы положите руку на комфорку Вам будет больно И поэтому вы на комфорку руку не кладете Вот это все народные предрассудки Они не имеют ничего общего с философией Однако все или большинство современных философов И многие философы прошлого Занимаются именно тем, что утверждают народные предрассудки Они не привносят ничего нового Они берут у народа и несут это вместе с ним Именно поэтому они популярны. Так отчельник, понимая, что ему не отговорить Заратустру, не идти к людям, оказывает Заратустру стратегию, при которой он мог бы быть успешным, придя к людям. То есть он мог бы не умереть, придя к людям. Мог бы. Если ты хочешь им дать, дай мне больше милостыни, и пусть они еще попросят ее. Нет, отвечал Заратустру, я не даю милостыни, для этого я недостаточно меден. Тут можно вопрос, что означает «я не даю милостыни, я не даю милостыни». Это хорошая игра слов, но она абсолютно правильная. Вы даете милостыню, потому что у вас у самих ничего нет. То есть вы даете немножко, и это и есть милостыня. Заратустра не собирается давать немножко, Заратустра собирается дать все. Это не милостыня, это преобразование. Ну то есть смотрите, вы идете мимо попрошайки, бросаете ему 2 рубля, это милостыня. Вы идете мимо попрошайки, берете его за руку, ведете его в двухэтажный особняк, тут же пристраиваете к нему домработницу, моете, даете миллион долларов, это не милостыня. Это нечто другое. Почему? Потому что он тут же перестал быть бедняком. Перестал быть бомжом, перестал быть нищим. Вы сделали из него нечто другое. Это не милостыня. Давайте я выражусь еще точнее. Милостыня поддерживает то состояние, в котором находится тот, кому дает милостыню. Заратустра говорит, нет, я собираюсь изменить людей. Что мы видим? Оба и Заратустра, и святой отшельник похожи в чем? В том, что они ошибаются. В том, что они неправы. Отшельник неправ в своей вере в Бога, потому что Бога нет. Ну он умер, да? А Заратустра неправ в своей вере в людей, потому что, когда он придет к людям, станет понятно, что люди не заслуживают и не могут дать Заратустре то, что он от них требует. Вы далеко, если он умеет. Мы поговорим об этом в свое время. И все-таки между Заратустрой и отшельником есть разница. Отшельник жесток, потому что он смеется над верой Заратустры. А Заратустра милосерден, потому что он не говорит отшельнику правды и не смеется над безумием отшельника. Смотрите, вот сейчас святой засмеется. Святой стал смеяться над Заратустра и так говорил. Смотри же, чтобы они приняли твои сокровища. Они не дают чего к отшельникам. Они не верят, что мы приходим, чтобы отдаривать. Наши шаги по улицам звучат на них слишком одиноко. И если они ночью в своих кроватях отшлить человека, идущего задолго до восхода солнца, они должно быть спрашивают себя, куда крадется этот вор. Не ходи к людям, оставайся в лесу, иди лучше к зверям. Почему не хочешь ты быть, как я, медведем среди медведей, птиц и среди птиц? А что делает святой в лесу, спросил Заратустра. И святой отвечал. И тут отшельник понимает, что они за Заратустра не равны. Что же несешь ты нам в дар, нам людям? Отшельник живет в низине, не на горе. Услышав эти слова, Заратустра поклонился святому и сказал, Что мог бы я дать вам? Позвольте же мне скорее уйти, чтобы я не взял ничего у вас. Так расстались они друг с другом, старый ты человек, смеясь, как смеются двое детей. Но когда Заратустра остался один, говорил он так своему сердцу. Возможно ли это? Этот святой встает в своем лесу и еще не слыхал о том, что бог умер. Что же не взял Заратустра у отшельника? Веру. Его веру, конечно. Чтобы что-то дать, сначала надо что-то взять. И Заратустра должен был бы сказать, бога нет, поэтому, ну бог умер, поэтому мы должны поговорить. Итак, мы должны разобраться с формулой бог умер, которую мы видим в первый раз, а я уже 30 раз повторил. Давайте посмотрим на безумца, о котором я говорил вам. Это том 3, страница 439, параграф 125. Безумец. Слышали ли вы о том безумце, который в ясный полдень зажег фонарь, выбежал на рынок и все время кричал, я ищу бога, я ищу бога. Это отсылка к диогену из бочки, которую искал человека. Днем с окнем не сыщешь, это именно отсюда. Поскольку там собрались как раз многие из тех, кто не верил в бога, вокруг него раздался хохот. Он что, пропал, сказал один? Он заблудился, как ребенок, сказал другой. Или спрятался, боится нас, пустился в плавание, эмигрировал, кричали и смеялись они в перемешку. Тогда безумец сбежал в толку и пронзил их своим взглядом. Куда девался бог, воскликнул он. Я хочу сказать вам это. Мы убили его, вы и я. Вы все его убийцы. Но как мы сделали это? Как нам удалось выбить море? Кто дал нам губку, чтобы стереть весь горизонт? Что сделали мы, оторвав эту землю от ее солнца? Куда теперь движется она? Куда движемся мы? Прочь от всех солнц? Не падаем ли мы непрерывно? Назад в сторону, вперед, во всех направлениях? Есть ли еще верх и низ? Не блуждаем ли мы, словно бесконечно, в ничто? Не движет ли на нас пустое пространство? Не стало ли холоднее? Не сгущается ли все больше ночь? Не приходится ли среди бела дня зажигать фонарик? Разве мы еще не слышим шуму могильщиков, погребающих бога? Разве не доносится до нас запах вожественного пления? И боги и сливают, бог умер, бог не воскреснет, и мы его убили? Как утешатся нам, убийцам из убийц? Самое священное и могущественное, что только было в мире, и стекло кровью под нашими ножами. Кто смоет с нас эту кровь? Какой водой можем мы очиститься? Какие искупительные празднества, какие священные игры нужно будет придумать? Разве величие этого деяния не слишком велико для нас? И должны ли мы сами обратиться в богов, чтобы оказаться достойными его? Никогда не совершалось деяние воли великого, и кто родится после нас, будет ли благодаря этому деянию принадлежать к истории высшей, нежели прежняя история? Здесь безумец замолчал и снова стал глядеть на своих слушателей. Молчали и они, удивленно глядя на него. Наконец, он бросил свой фонарь на землю, так что тот разбился в древески и погас. «Я пришел слишком рано», — сказал он тогда. «Мой час еще не пробил». Это чудовищное событие еще в пути и идет к нам. Весть о нем не дошла, да еще до человеческих ушей. Молнии и грому нужно время, свету звезд нужно время, деяниям нужно время. После того, как они уже совершены, чтобы их увидели и услышали, «Это деяние пока еще дальше от нас, чем самое отдаленное светило. И все-таки вы совершили его». Рассказывают еще, что в тот день безумец вырывался в церкви и пел в них свою вечную память Богу. Его погоняли и призывали к ответу, а он ладил все одно и то же. А что же такое эти церкви, если не склепые над грубью Бога? Миша ставит сразу несколько проблем, о которых мы должны здесь поговорить. Заметьте только, давайте начнем с замечания, что вопрос о том, как у нас получилось убить Бога, отступает перед градом вопросов, как теперь жить, когда Бог умер. Не отдалились мы ото всех солнц, не падаем ли мы бесконечно вперед-назад, вправо и в сторону, и так далее. Что видит безумец? Безумец видит атеистов, атеисты, которые говорят «Бог не умер, он ушел в отпуск, Бог не умер, он эмигрировал, Бог не умер, он прячется от нас». Что это за атеисты? Это атеисты, которые следуют в христианском море. Конечно. Где вы найдете в политическом спектре 19-го, начала 20-го века атеистов? В либерал. Нет. Где ярые атеисты, прям воинствующие атеисты? Конечно, левые, слева, слева сплошные атеисты. Чего хотят эти атеисты? Они хотят рая на земле. Одним словом, избавление от страданий, всеобщего равенства, отсутствие угнетения, отсутствие эксплуатации, отсутствие боли, как можно большей продолжительности жизни. Кто это? Это христиане. Они никакие не атеисты. Именно поэтому сумасшедший и выглядит сумасшедшим. И удивляется, смотря на них. Атеизм так не выглядит. И атеистов еще нет. Он еще только первый. В этом смысле, конечно же, мы должны задаться вопросом, почему Митча не удовлетворен консерватизмом, который он видит перед собой. Почему он вообще не удовлетворен той Европой, которую он видит перед собой. И ответ-то очень простой. Все течения в этой Европе, это на самом деле христианские течения. Чего хотят либералы? Чего хотят социалисты? Чего хотят консерваторы? И это первый упрек консерватизмом, потому что кто первый консерватор? Кто первый консерватор? В смысле, это старительство? Да, да. Кто автор консервативной идеологии? Биолог. Биорг, конечно, Биорг. Отлично. На каких основаниях Биорг говорит против французской революции? На основаниях классического либерализма. Консерватор и либерал – это одно и то же. Митча же пытается создать новых консерваторов. То есть, смотрите, мы растягиваем политический спектр. В самом дальнем конце левого спектра оказываются атеисты и социалисты. Диалектически в самом дальнем конце правого спектра должны оказаться консерваторы-атеисты. Это не настоящие атеисты. Настоящие атеисты выглядят совершенно иначе, потому что настоящие атеисты задаются вопросами не как доказать, что Бога нет. А какая новая мораль должна возникнуть, когда мы, отрынув Бога, отталкиваем те его заповеди и те его установки, которые существовали до этого? Снова наступает ночь. Снова становится непонятно, что хорошо, а что плохо. Мы отдалились от всех солнц. Мы полностью во тьме. И непонятно, что с нами происходит. Мы летим вверх? Мы падаем? Мы скатываемся? Может быть, мы закатываемся? Как с этим быть? Нужно новое солнце. Новый Бог. И золотуство приходит с этим солнцем. Это не обязательно новый Бог. Хотя о Богах мы еще поговорим. Ну просто вопрос. Тут получается, что вот этот безумец, он не является первым атеистом. Да, он и есть первый атеист. Его вопросы, вы видите, его вопросы, как жить теперь, когда Бог умеет. Как получилось, что мы его убили и как жить теперь, когда Бог умер? Как жить теперь, когда Бог умер? Давайте попытаемся ответить на этот вопрос, тоже воспользовавшись Ницше. Это том 3, страница 87, параграф 108. Некоторое положение. Индивиду, поскольку он хочет для себя счастья, не следует давать никаких указаний о ведущем к нему пути. Ведь индивидуальное счастье возникает по своим собственным, никому неизвестным законам. И указания извне могут только сбить его стол, спугнуть. Указания, которые называют моральными, на самом деле направлены против индивидов, а одним к ней населены на их счастье. Столько же мало отношений эти указания имеют к счастью и протестанию человечества. С какими словами, решительно невозможно связать какие-либо строгие понятия, не говоря уже о том, что пользоваться ими как путеводными звездами в темном океане моральным стремлением. Неправда, будто моральность, согласно предрассудку, более благоприятна для развития интеллекта, нежели не моральность. Неправда, будто в развитии всякого живого существа, животного, человека, человечества и так далее, бессознательная цель и есть его величайшее счастье. Уж скорее на всех ступенях развития следует добиваться особенного и ни с чем не сравнимого, ни большего, ни меньшего, а именно собственного счастья. Развитие нацелено не на счастье, а на развитие и больше ни на что. Вот если бы у человечества была какая-нибудь общепризнанная цель, то были бы уместные инструкции поступать следуя так-то и так-то. А вот ниже, а вот последний. Это рекомендовать человечеству какую-нибудь цель, дело совсем иное. Тогда цель будет мыслиться чем-то таким, что предоставлено на наше усмотрение. Мораль никуда не ведет. Мораль не нужна для вашего счастья. Зачем она нужна, встает серьезный вопрос. Но это другой вопрос. Она не нужна для вашего счастья. Она никуда не ведет до тех пор, пока у человечества не возникает цели. Вопрос следующий. Как ставить эту цель? Откуда берется эта цель? Оттуда же будет взята и мораль для ее достижения. Откуда берется эта цель теперь, когда Бог мертв? Из человека. Мы сами берем ее из себя. Глава о тысяче и одной цели. Подробнее поговорим о ней, когда до нее дойдем. Как только у человечества, всего человечества появляется цель, так сразу появляется мораль, направленная на некое развитие. Так сразу появляется мораль, имеющая какой-то смысл вне самой себя. О какой морали говорит Заратустро? Ну, вернее, говорит Ницше пока еще. Заратустро не говорит. И вы должны понять разницу, наконец-то, между имморальностью и аморальностью. Помните человека, который казался нам аморальным, а сам предлагал интересные вещи и цель? И все время говорила цель. Макиавелли. Конечно. Макиавелли говорит, разница хороший-плохой должна быть заменена разницей эффективной-неэффективной. Ну, он предлагает добрый-злой заменить на хороший-плохой, но хороший-плохой значит эффективный-неэффективный. Понятие эффективности существует только внутри цели полагания. То есть, если ваша цель лежать на диване, можно эффективно лежать на диване. Но если ваша цель не лежать на диване, эффективно лежать на диване нельзя. Ницше, как нам кажется теперь, двигается вместе с Макиавелли. Во многом вместе с Макиавелли. Мы увидим это позднее, когда дойдем до главы со старых и молодых побеток. Кажется так, по-русски. Макиавелли двигается вместе с Макиавелли, но он отходит от Макиавелли. Если у человечества есть цель, мораль – это вопрос эффективности и неэффективности. Но если у человечества нет цели, какой должна быть мораль, какое деление она должна предложить? Если она больше не может вместе со смертью Бога предлагать деление на добрых и злых, не может предлагать деление на эффективных и неэффективных, Какое деление еще остается? Хороший и плохой. Ну, хороший и плохой – это же макиавеллистское, эффективное и неэффективное. Вот, пока у нас нет ответа на этот вопрос. Вы просто должны знать, что макиавеллистское деление на эффективное и неэффективное будет преодолено. Обязательно будет преодолено. Оно не может остаться. Может быть, там мы его позже и меньше. То есть, если полностью посмотреть, то это развивающийся и неразвивающийся. Такое деление, то есть, хорошее. Развитие, как даже не четко понятно, что это означает. То есть, просто есть развивающийся и то, что приносит у тебя развитие, то, что у тебя развитие приносит. Хорошо звучит. Потом у него вообще будет здоровое и нездоровое, условно, то, что это как бы здорово, ну, в эту же сторону. По поводу развития и неразвития. Не может быть неразвития. Это одно из тех оснований философии Ницше, о которых мы не говорим. Не может, не получится так, что вы можете не развиваться. То есть, вы можете развиваться в одну сторону, можете развиваться в другую, но не развиваться вы не можете. Ну, это вот такая помадка на полях. В общем и целом, вы близки. Хороший, плохой – это хорошее деление, но оно требует замечаний. То есть, есть просто хорошие люди и есть просто плохие люди. Но нам надо понять, на каком основании они хорошие и плохие. И это явно не моральное основание. Главное, что мы поставили проблему, а как именно будем ее решать, и буду ли я решать ее вместе с вами или вы самостоятельно – это другой вопрос. Как до этого двигалась мораль? Откуда она бралась? Естественно. То есть, она бралась откуда-то вне нас. Следующий шаг. Цель – это вне нас или внутри нас? Внутри нас. Ваша цель – схватить печеньку. Цель – она вне вас или внутри вас? А, вне, да. Снова – вне. И это большая проблема. Вне – это значит на небесах. Вне – это значит рай. Вне – это значит Господу Иисусу Христу мы идем на четвереньках. Настоящее должно быть только внутри нас. И, соответственно, новый тип деления на хорошего и плохого человека – это тип деления, исходящий изнутри, не снаружи. Настоящее покрытие – хорошее, плохое. Значит, сила воли. Воля к власти. Вы сейчас воле к власти скажете. Немного шире, но хорошо. Главное, что внутри. То есть, есть какие-то параметры, которые позволяют понять, которые позволяют описать хорошего человека, как хорошего человека, вне его отношений с Богом или целью. Хорошо. Давайте мы прервемся, потому что я чувствую, что вы устаете. Вы понимаете? Конечно. Ницше пишет о том, что еще удача играет очень важную роль. То есть, он уже это предметает. Когда на следующем сенестре мы с вами будем читать Антихриста, первая фраза Ницше будет «Мы должны преодолеть удачу и победить глупый случай». Почему? Потому что, смотрите, когда Платон говорит «Я напишу книжку, а великий философ найдет ее через тысячу лет», на что Платон полагается? На удачу, на случай. Он говорит «Нет, мы должны избавиться от случая, мы должны не ждать, пока появятся достойные люди, мы должны создавать достойных людей». И в этом смысле, и с этого, наверное, надо было начать, в 19 веке есть только два человека, которые поняли, что курс философии надо менять. Это Маркс и Ницше. И они же оказали величайшее влияние на 20 век. Они оба говорят одно и то же. Философия должна перестать созерцать и начать действовать. Давайте на этом пока остановимся. Субтитры создавал DimaTorzok